Активная борьба против табака в России началась больше трех лет назад, когда в силу вступил федеральный закон номер 15 об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Согласно ему, курение в общественных местах отныне является административным правонарушением и грозит штрафом. Кроме того, ряд ограничений коснулся продажи табачных изделий, а их реклама и спонсорство были запрещены вовсе. Эти и другие меры, отмечают в Федеральном министерстве здравоохранения, уже дали первые результаты. За время активной антитабачной кампании потребление табака у нас снизилось в стране более чем на 25%. Это очень существенно, имея в виду, что за этими сухими цифрами стоят человеческие жизни. Эту работу, уверены специалисты Минздрава, нужно продолжать. Только в этом случае можно предотвратить повторный рост потребления табака. Одним из ключевых аспектов этой борьбы является отлаженное взаимодействие разных федеральных структур. Именно этой теме был посвящен один из закладов на Всероссийской конференции по борьбе с табаком. Его автор Алексей Шабашов отмечает успешный опыт исполнения антитабачного закона в Тверской области. В отличие от большинства субъектов федерации, в Тверской области налажено межсекторальное сотрудничество в деле реализации 15-го федерального закона об охране здоровья граждан табачного дыма. У нас много лет уже работает межведомственная комиссия при правительстве России и уже достигнут целый ряд успехов в борьбе с табачной эпидемией. С тем, что взаимодействие разных ведомств должно являться одним из главных составляющих в борьбе с табачной эпидемией, соглашаются специалисты и из других регионов страны. В частности, большая работа в этом направлении проделана в Красноярском крае, где еще 8 лет назад процент курящего населения был выше среднего значения по стране. Однако теперь, отмечают специалисты, ситуация меняется, но до конца решить табачную проблему пока не удается. Несмотря на все попытки федерального правительства на законодательном уровне побороть тягу россиян курению, о полной победе над пагубной привычкой говорить не приходится. Курильщиков не останавливает ни повышение цен на сигареты, ни ограничение разрешенных для курения мест, ни социальная реклама. Оно и понятно, как можно бороться с тем, что легально можно купить в любом киоске. Полностью искоренить табачную зависимость мог бы тотальный запрет на импорт, производство, продажу и употребление. Но об этом никто не говорит. Ведь табачный бизнес – одна из существенных статей дохода федерального бюджета. Налицо парадокс. Борьба идет с тем, что официально не запрещено. Наверное, для нас это еще тот вопрос, который может обсуждаться только в очень отдаленной перспективе. Давайте не будем смотреть так далеко в будущее. Давайте попробуем решать те конкретные задачи, которые сегодняшний день перед нами ставят. Никита Васильев, Илья Чечен, Телеканал Пилот.